Ну, сегодня Невчи играл очень хорошо, так обрянался очень четко, в атаке играли очень надежно, и то, что могли бы второй мяч забить. Мы помним, что Ангуевых это один на один, да? Да, поэтому Невчи в этой игре был сильнее. Ну, наверное, это лучший матч Невчи против российских команд. Напомню, сегодня вообще бакинцы забили первый гол в ворота российских команд, было 0-0, 0-1, 0-1, 0-2, разные были счета, но вот, наконец-таки, и победа над клубом из России. Вот если взять эту игру и перенести на азербайджанский чемпионат, есть такое преимущество у Невчи в солидности, может быть, как сегодня от Арсенала? Ну, вы знаете, сейчас предсезонная подготовка, сейчас можно сказать, что команда сейчас 100% не готова. А так, евро-турка, есть мотивация игроков. Вы увидели сегодня дополнительную мотивацию, среду мотивацию? Конечно. Это видно было в Невчи, то, что у них желание, и единоборство нашей Невчи был сильнее, чем Арсенал, и это плоды то, что за командировали победы. Андрей, мы видели, что Арсенал, ну, если даже брать два официальных матча, добавлял в игре против «Динамо» дома, не снижал обороты в игре в Самаре против «Крыльев Советов». Что же сегодня помешало, Туликан, ты советовал, если скорости не добавить и не вытащить эту игру? Похоже, не добавили. Ну, я сейчас играл по счету. В принципе, отошел к своей штрафной, выставил две линии. Арсенал пытался вскрывать, но не хватало неординарных действий кого-либо. И показалось, что игроки Арсенала тяжеловато. То есть, все движения, они чуть-чуть опаздывали, где нужно было резко уйти, все это было не так быстро. И поэтому в единоборство, как сказал Назим, успевали вступать игроки Невчи и вытыкали, там, отбирали мячей. Вот сейчас уже в 7.90 минут. Можем мы сказать, что вот это вот опаздывание на полтакта, опоздание на полтакта, это от головы? Трудно сказать, но Луценко там вышел, и в первый рывок его догоняли.